В основном, к штрафной линии, чисто интуитивно раскидывает мячи. Как он признается, комбинации для него не имеют значения. А это... Дженобили. Тони Паркер, как всегда, человек думающий, человек распределяющий мячи. То есть плеймейкер, дирижер этой команды. На вес шикарно, опять 0, вот это старт. Деморализованным выглядит... Маню Дженобили. Тут проход в левую сторону, уходит в правую, и в левую, на полу, и на тречка! 8-0! Достойно, но пока не получается. 0-8, время брать таймаут, как мне кажется. Нет, Шидиолас держит удар. Длинные руки хорошие. Состорожничал, как мне показалось, Дженобили. Отменный перехват. И Паркер один. Йоу! Засчитанная два очка. Рип Хэмилтон, нет, Тайшн Принц догоняет. А то, что догнал, на самом деле, отсюда... Открывает с этой точки, значит, сверхний просто нельзя оценить. Вот, повтор. Мяч падает. Падает, да. Падает уже зашел. Удачу, пока играет Рип Хэмилтон, Брюс Боуэн. Должен сам Шиди... Боуэн, Боуэн, Боуэн решать это, и очень-то справедливо. Причем, был счет, по-моему, 11-2. Значит, 4-0. Вот последние где-то две минуты. Такой рывок вот сейчас, только прерванная эта серия. И здорово играет Назар Мухаммед. Раздосадованы все коллеги. Упустил его. Давай посмотрим. Да, нет. Все-таки Тайшн Принц должен был подстраховывать эту передачу. Не в автомобильной столице продавать пибеллязеры. Чем он и занимается. Трое детей, два сына, одна дочь. Айви и жена. В общем, все в полном порядке. Виновата. В общем, все подряд. Запаситесь терпением. Ну и кофе, конечно. Да, незачем. Ну и Берри появился на площадке. Тот, кого-то ожидал. Диман вместе с Робертом Ори, Тимом Данкеном, Паркером и Поуэном. Против них Линдс и Хантер. Отменная передача. Как мне... Да, действительно, отменная передача. От Роберта Ори, проникающий пас, треугольник, напоминающий Аля. Именно он в интервью сказал, что никогда он не следует комбинациям и схемам. Вполне вероятно, что до этого рейда всегда существуют какие-то... Массенбург пока не востребованы. А в пятерых убежал легко. Видно было, что... Чем она знаменита, но тем, что... Тяжеловато. Потрачено много. Это говорит о том, что... Но пока ноль. Вот это от Тонио Магда. Это второй куб. И в частности решил сыграть против Тони Паркера. Вроде бы худосочного. Но тем не менее, Манюжа Нобелий посмотрел, где защитник. Три очка! Второй трехочковый из двух. Уверенно. Полную катушку Детройтс не могут. Это не те пистоны, которые выиграли чемпионский титул в прошлом году. Это не те пистоны, которых мы видели, может быть, в конце регулярного чемпионата. Подмочили в Майами порох. Пою тираду следующей фразой. Goal Spurs Go. Это не главная фраза. Этот финал рождает другую истину. Goal не смогли. И время кончилось. 32-21. Жидиолос. Попадает спокойно. Исполняет заветы. И Хэмилтон. Рифф Хэмилтон упустил 100% шанс сравнять счет. Данкан такого не прощает. Данкан не прощает. И перехват тут же. Роберт Тори бросает издали. Еще раз перехватывает мяч. И еще раз бросает. Нет. Ждет Бена Удриха. С подстраховкой. Перехват. Карлос Орой. Опять напортачил. Бена Удриф. Хорошо. Укрел мяч. Против Рашида Уолоса. С этой точки. С нашей. С отсутствия верхотуры. Определить что было первично. Что вторично. Лишние шаги. Либо. Не такое уж чистое. На счет 0-3. Никто еще не отыгрывался. А то что Детройт вряд ли победит в трех матчах у себя на площадке. Это говорят. Вспоминание идет вторая четверть. Второго матча финальной серии. Между Спёрс и Пистонс. Дима Данкана оставили одного. Но без остальных статистических показателей. Вот эти четыре очка. И получится всего ничего. Как раскидали. И... И результативная передача Женобили. И трехочковый Ори. И издали у Сан-Антонио Спёрс 44% реализации. И по-прежнему 0 в этой игропе у Детройта. При том, что сделали они 19 подборов. 14 у Хаджи Женобили, Боуэн, Назар Мухаммед. И вместо Тимы Данкана Роберт Тори. Вот странно. Но ни в новостях нигде не говорили ничего плохого о самочувствии. Экономит на своём центровом. На площадку вместо Шиги. Ну, наверное, Грэга Поповича. Который ожидает сейчас всплеска активности у Детройта. И, наверное, что-нибудь поменяет в своей... Интрига немножечко возродилась в этом матче во второй половине. Начало положено проходом Макдайса. Хорош сегодня, Антонио. Так точно, у Детройта. И все остальные работают поршни со сбоем. Биллапс. Три очка. Ченцы, по-моему, заступил. Ты знаешь, не подняты ни руки, ни у одного из них. Мяч в кольцо. Паркер. Один на один против Биллапса. Есть вариант охота. Защитника справа. Проходит влево. С помощью Тима Данкона. Вот он, нырячий дайвер Сан-Антонио Спёрс. И что? Успевает взять тайм-аут. Сейчас хитрющий Роберт Тори. Тори в этом матче. А Ченцы Билл сбил очень жестко Паркера. Пропустили этот момент. Так, вдогонку в спину. И проспал еще. И проспал еще Роберт Тори. Да, Билл. Играет в белой форме. В гости в синий. Тим Данкона. Хороший панк. Но на крыше отборка у Крюста Боуина. Как мне показалось, не без нарушения. Однако арбитры не реагируют. Вполне вероятно, воздействия не считать. Нечем вылетал уже из кольца. Вот смотрите. Дай мне сказать тебе правду. По периметру гоняют мяч. Плюс Боуин один. Заступил. Нет, не заступил. Три очка. По-моему, показывает арбитр. Дальше принц. Ну, рекордсменом Детройта по количеству выбросов в пугу. Ману разбрасывает мяч, разбрасывает своих и чужих. Рывочек на 20 метров у Бена Уоллса и Кантера. Но тормозит сам. Потому что подбирать некому. Грамотно решает не атаковать кольцо. Готов. Грунковый. Грунковый. Всем неинтересно. Биг Бен против Роберта Ори. Может и должен и делает. Наступает на те самые грабли, которые подкладывал постоянно под ноги. Ну, может быть, не столько Майами. Нет, все-таки наступает на те самые грабли, на которые... Стив Нэш. Перекрыты люди бросающие. И все. Команда села. Просто села в лужу. Она потеряла всю... Паркер. Хорошо скидывает мяч на Ори. Маню Дженобили. Мох. И Ори бросает. Детройт. Как хотят. Эммануэль. Три из трех трехочковых. Два из двух средних. Три из трех штрафных. Ману Дженобили. Посильнее будет, я думаю, защита Петхаса. Здорово сейчас. Хэммэлтон загребает рукой. Основная забросить. Данкер. Вытесняет его буквально Антонио Макдаеса с трехсекундной зоной. Маню Дженобили. Получите, расскажите. Четыре из четырех трехочковых. Фантастика. Фантастика просто. Это что-то. Это человек года в Национальной баскетбольной ассоциации. Это открытие, это даже открытие сезона. Поскольку нахваливание Макдаеса. Считанные секунды. Ваню Дженобили с мячом. Пусть завершать. Нет, отдает мяч. Фантастика. Кстати, еще одна левша. Еще один левша. Под кольцо пошел. Две половины площадки, а здесь тихничье нападение. Как видите, в конце Биллокс реализует возможность. Через Бена Удрик принадлежит. Биллокс много обманывает движений. Вот сейчас красиво сыграл. Очень. Индивидуально площадки, а здесь тихничье нападение. Как видите, в конце Биллокс реализует возможность. Через Бена Удрик принадлежит. Очки в графе результативность. Но, конечно, перекрыть пока четверку. Супер четверку Сан-Антонио Спортс не получается. Будет Ройда. Которые были вот совсем недавно. Биллокс. Вот это парашют подвеси. Но почувствовал, что может. Почувствовал, что нужно. Можно его приберечь. Но все равно придется выпустить минуты на четыре. Последние. А вот сможет ли что-либо Француз Удрик. Ему достался Рим. Ох ты. Здорово. Еще один пас у Эммануэля Женобили. Француз Удрик. Француз Удрик. Француз. Видимо, что тренируется, видно, что тренируется Стони Баркером. Роберт Орли. Еще три очка. Ну и теперь давайте посмотрим результативность. 15 у Боуэна, 18 у Данкона.